ну что ж друзья я вас всех приветствую своем канале вот очередная распаковка посылок сайта алекспес разумеется вот на этот раз ко мне приехал фонарь до тяжелая артиллерия пошла это вам не какие-то диффузоры и мышки вот сейчас сразу можете видите да то что посылка ко мне приехала за 11 дней вообще сингапур да вот видите да у трек номера на конце sg это сингапур вот они работают вообще очень классно самом деле они очень быстро доставляют посылки да если бы конечно не диффузор да увлажнитель воздуха да то я думал прям был сто процентов уверен то что фонарь налобный да он будет рекордсмен по плане быстрого скоростного приезда да вот но знаете на самом деле с дек он работает либо через месяц и 13 дней приезжает посылка либо через неделю да то есть ну так вот с сингапур они всегда быстренько везут вот так что это будет интересно сейчас распаковка да также будет и тестирование да то есть проверка разумеется потому что это все таки техника уже такая более мощная да вот сейчас давайте короче все это вскрывать дело будем смотреть что да как можете сейчас посмотреть так раз если кому то интересно да вот она сингапур да у нас все вот он вес в принципе можете нажать стоп да посмотреть если кому то интересно сразу чувствую у нас есть пупырка такая посылка без пупырки как вообще некоторые люди говорят что сразу желательно запасаться аккумуляторами к этому фонарику то есть родные не использовать кто-то говорит что родные держатся офигенно вот можете видеть что здесь ничего нету больше вот вот такая вот у нас как будто бы она не знаю три войны прошла посылка вот можете видеть коробочку это у нас получается картинки для чего фонарик может быть скорее всего использован я так думаю это скорее всего вот опять же да те же самые картиночки сверху 4 новых картинки это у нас номер можно потом кстати его проверить так сейчас будем скрывать и смотреть вот это кстати посылка такая немножко даже особенная пушь это будет подарок вот сразу у нас есть тут зарядка для прикуривателя до для авто кстати я конечно же разумеется оставлю ссылку в описании да там есть только выбор цвета корпуса да но это на самом деле выбор цвет излучаемый фонариком на самом деле вот то есть я выбрал полный пак себе чтобы у меня все это было потому что чего-то где-то не хватает в остальных палках да то есть они так специально сделали наверное вот для прикуривателя я конечно же и никак не спробую сейчас до автомобиль далеко от дома вот поэтому это нереально вот зарядка получается для сети такая простенькая сразу видно знакомый этот светодиодик сейчас можете видеть до характеристики видно скорее всего плохо да такая вот гравировка да не очень на самом деле лично я вижу короче а 4 и 2 до 0 5 вольт от миллиампер всего 0 5 серьезно так конечно это будет зарядка заряжать фонарик долговато честно говоря но зато стабильно новый кстати говоря размерчики вообще как бы длина кабель и как бы не очень такая длинная честно говоря не очень прикольно вот дальше у нас юсб шеки езда можно от компа от ноутбука заряжать от пауэрбанка вот здесь у нас есть кейс для наших аккумулятор да это у меня кстати уже второй кейс ну лично у меня я так как я заказывал аккумуляторы 18 650 отдельно для для выпинга так скажем упрощенно для электронной сигареты вот так что мне такой кейс уже низ даже кстати да даже кстати это уже 3 будет так ну и что же у нас еще здесь а ну да понятненько вот он сам фонарик больше ничего у нас коробки нету да вот он сам фонарик еще одна пупырка двойная пупырка заебись это радует отношение продавца очень-очень даже хорошая я прям рад посылочек кстати у меня сейчас прилежала дома где-то часа два после того как я с улицы пришел на улице минус 13 поэтому в принципе условия наверное будут очень даже приемлемы для опробования включения фонарика так здесь мы видим короче лет хэдлайт вот так у нас она скрывается опачки да почему-то я думал на самом деле что она будет жесткая да почему-то на какая-то вообще ну силикон обычный закрывается и все то есть как но с другой стороны это части силикона будет прислоняться голове да поэтому явно как бак аккумы не выпадут да вот тут нас такая вот получается такой защитная защитная пленка да вот такие вот у нас аккумуляторы вот ребят на самом деле я вот говорю то что кто-то в комментариях писал к заказу сайта алиэкспресса до к этому фонарику а то что этих аккумуляторов родных хватает надолго да они очень хорошо там служат там неделями ну опять же кто как использует фонарик да то есть черт его знает все же по-разному используют вот ну я к тому что родные аккумуляторы да здесь могут быть даже хорошие вот но все-таки я думаю что парочку аккумуляторов нужно все-таки докупить тут самая главная емкость да как вы поняли то есть 10 токи как бы они не сильно важны вот так что обычные шоколадки либо лесбиянки там либо хрен знает что-нибудь бананы взять они в принципе будут абсолютно приемлемы вот вы сами видите да куда плюс куда минус вот здесь два минуса здесь два плюса то есть я думаю здесь ошибаться не ошибетесь вот с этим можете видо 18 650 минус к минусу да все видно кто-то кстати говорил то что когда купите новый аккумулятор до контакта как раз таки не достает потому что сейчас хоть я вам сразу покажу наверное да вот пока не забыл вот моя кстати электронка да да есть такая кстати проблемка вот прошу заметить вот в чем отличие видите верхняя часть вот этот проставка как раз таки отсутствует у таких аккумуляторов вот это лесбиянка простонародье вот плюсовой контакт нужно как-то наращивать чем-то тут уже ваша фантазия то есть ваша идея как хотите можете по форумам полазить можете там также на youtube канале найти где-нибудь вот вот такие вот аккумуляторы допустим можете подкупить да то есть можете подешевле купить чисто на емкости ориентировать лучше эти аккумуляторы не как раз таки еще токи хорошие держит поэтому не обязательно их покупать но давайте все-таки с родными аккумуляторами да попробуем активировать фонарик вот так мы сейчас все это закроем до до закрывается конечно как-то вот честно признаться ненадежно видите да вот это все как-то новую понимаете да как будто какой-то пластилин либо какое-то тесто но как-то ненадежно вот честно говоря вот мы видим да вот мы включили фонарик вот он как долбит слушайте прям офигенно долбит если честно вот я кстати чуть позже до сделаю тест в какой-нибудь темном углу может быть даже в подъезде чтобы было видно то есть насколько вообще хватает потока да так я не знаю какой-то режим у нас сейчас включен так стробоскоп да или сос там чем такое короче помоги мне так первый второй пониженный какой-то режим и сос получается три режима да получается да первые мощные да потом менее мощный и стробоскоп понятно да понятно так ну что касается у нас да у нас еще есть как можете слышать да вот такой вот загиб до регулировка наклона вот так вот на голове он допустим прямо установлю да можно вот так поворачивать даже вот так вниз вот но круто что круто так мне больше интересно как работает зум в этого фонарика какой-то он тугой черт возьми вроде крутится хорошо сейчас я включу короче говоря так пока что я в плане зума не чувствую разницы честно говоря вот но тем не менее он крутится да я реально короче не чувствую разницы в плане зума наверно в конце видео да я продемонстрирую его в каком-нибудь темном не знаю месте до углу там или в каком-то темном пространстве до чтобы вы поняли насколько он долбит до получается на какое расстояние световой поток у нас освещает пространство вот так же примерять его на голову тоже я думаю нет смысла да потому что тут достаточно большая регулировка да как вы можете видеть ну вот пожалуйста вот моя рука да она довольно таки огромная если честно вот и то есть запаса вообще больше чем вообще предостаточно другой интересно будет после тестирования допустим в неделю до либо хотя бы я не знаю ну хотя бы до в неделю до как допустим будет греться не греться вот это вот задняя часть потому что писали то что у кого-то греется у кого-то не греется возможно это у кого-то греется с родными аккумуляторами как вариант вот то что если заменить на как раз таки шоколадки бананной лесбиянки до аккумулятор 8 660 они будут работать с ним как-то более не напряжен так скажем вот в плане провода да то есть вот у нас все здесь закреплено да можете видеть здесь есть крепеж здесь у нас такой вот по типу телефонного провода да то есть чтобы можно было растягивать как раз таки регулировка у нас действовало здесь у нас есть как раз крепеж вот вот тут нитка торчит но это для кого-то есть и будет критично то вот можете иметь ввиду то что возможно будет торчать нитка простите продавца для меня это не критично самом деле мне пофигу я отрежу немножко подожгу и она у меня короче говоря уйдет эта проблема так что еще что еще так ну что ж давайте туда пройдем к тесту да а ну что еще можно здесь когда как можете видеть такая типа фишай до стекло сзади получается у нас один светодиод вот и я пока что все-таки не разрабатывался сумму дату и что нужно короче как-то его наверное застопорить да где-то и тогда он будет крутится потому что он крутится без остановки да и ничего от этого не меняется поэтому чуть позже да на тесте я наверное как раз таки покажу объясню ну все приступим к тесту итак друзья сейчас мы короче вам продемонстрируем в темное время суток этот фонарик мой друг сегодня за оператора вот сейчас короче направим на здание она где-то составляет наверное 20 метров до до него короче можете видеть да да девушка тусловато да то есть вот но все же этот ромбик видно это кстати максимальный зум на это фонарики давай короче вон на то здание теперь то здание где-то может быть метров 60 там совсем тусло да еле видно видно вообще нет практически ничего не видно и вот короче в районе школы метров может быть 40 45 это так можете видеть вот это что касается максимального зума да на дальнее расстояние вот сейчас я буду приближать можете видеть да вот принципе неплохо да сейчас я зум сделаю побольше как это будет выглядеть да вблизи разумеется ну и на дальнее расстояние да переведем вот на дальнее расстояние принципе вообще теряется на самом деле ничего не видно так что в принципе чем уже какие выводы сделать то что для каких-нибудь сейчас опять на себя направлю для каких-нибудь ремонтных работ короче фонарик подойдет просто за глаза да там не знаю ремонт на квартире либо в проводке да либо какие-нибудь не знаю детали мелкие там ремонтировать вот вот все короче классно видно да для допустим велопрогулки какой-нибудь да либо спусков по землю и какой-нибудь путешествие да опять же фонарик спасет с запасом я так думаю вот ну в принципе все сейчас возвращаемся ко мне на стол и завершаем обзор но такие вот ребята вы видели испытания да на самом деле сейчас не знаю сейчас еще ночь не наступил да поэтому какие-то выводы сделал да насколько он световой поток достает насколько он так скажем длинный объемный до световой поток от фонаря я не знаю поэтому это будет только эти тесты будут и в темное время суток где-то через через часа четыре через шесть часов я тут так что касается вот на данный момент как я определился что касается зума то он просто вот так вот берет и выдвигается то есть такие вот закручивающих действий да то есть он как-то по всякому то есть выдвигается видите то есть не знаю может быть и он меня сломан или он действительно так как бы но регулируется но только так я как понял вот в общем в общем чертю сказать можно да еще можно сказать про вот ну вот дешевенькая на самом деле такая резинка честно говоря да немножко все-таки дешевенькая вот кстати я его примерял на голову да вот в стандартной настройке да как вот вы его только распаковываете да если будет заказывать конечно вот как он езды в запакованном варианте он также вот мне вот идеально сел на голову даже можно было немножко побольше сделать чуть-чуть так что с этим проблем вообще никаких не будет вот что касается тестирования на работоспособность аккумуляторов да на долгую службу до до первой зарядки я не знаю на самом деле это надо опять же тестировать будет неделю там две как смотря как пользоваться им да сколько часов будет работать то есть черт его знает в каком режиме опять же да однозначно сказать нельзя будет разумеется вот но в целом я товаром на самом деле довольно вот так же я потом в будущем да как раз таки попробую зарядку от прикуривателя да если буду на этих входных пойду на машине да то есть скорее всего попробую да так же от сети как бы от сети конечно можно и сейчас проверить вот кстати говоря давайте сразу короче посмотрим все эти разъемы да вот как раз таки я нашел да куда вставляется как раз таких заряд вот вот до щелчка да и сейчас мы короче все это проверим и так как бы я даже к сети еще не подключил до индикатор же горит вот сейчас мы включим до загорелся красным то есть ну я так думаю скорее всего работает разумеется работает вот на самом фонаре как бы нету никаких индикаций до что вот заряд идет все дела вставлен он до конца но такое ощущение что не до конца видите какой зазор здесь вот но если вот к ним да то видим по индикации самого зарядника до что зарядка не идет а сейчас вот идет как раз таки вот то есть это работает да получается разумеется воды зеленая соответственно вот с этим разобрались до зарядник у нас рабочие избежка я думаю тоже рабочие но можно проверить на всякий случай как бы это на самом деле абсолютно не сложно сейчас мы все возьмем до быстренько проверим также подсоединяем вот получается даже сделаем вот так вот пожалуйста powerbank работает до значит зарядка идет так что все у нас работает все отлично ну и собственно выводы конечном итоге фонарик вообще фонариком я доволен на самом деле то есть тесты вы уже видели да но в реальном времени сейчас их пока еще не делал сам для себя получается вот так как это тесты будущего так скажем потому что у меня пока еще день до вечер еще настанет до получается тесты сделаю там выводы сразу вам скажу вот тесты будут на улице на улице будет на минус там не знаю в 16 18 максимум да поэтому в принципе премили мы будет вот световой поток я думаю меня обрадует как бы да настройка зума да то есть сами видели он просто выдвигается двигается да то есть здесь регулировка вот такая вот угол наклона вот аккумулятор работает все работает все нас аккуратненько до нитки бывает вот такие вот моменты бывают торчат но это не так критично вот посылка я так сказал сингапур до 11 дней ехала ко мне это нормально абсолютно это даже не то что нормально тоже отлично вот так что буду тестировать мне все нравится пока что надеюсь что в дальнейшем никаких дефектов не будет все будет работать идеально вот так что кому понравилось видео вы все сами знаете да пишите комментарии ставьте лайки да и спасибо за просмотр всем пока